Амилоидоз Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня мы будем говорить про амилоидоз. Напомню, что амилоидоз и миеломы – это болезни родственные. И до 15% больных с миеломой могут иметь признаки амилоидоза. Что такое плазмоцитома, мы хорошо знаем. А вот амилоидомы встречаются редко. Амилоидома – это солитарная масса амилоидного белка. Чаще всего оно встречается на верхней половине туловища. Хотя описаны и амилоидомы других локализаций. Чаще всего амилоидома одна. Множественные амилоидомы встречаются крайне редко. Амилоидомы можно удалить. И прогноз, в общем-то, хороший. Но до 1% больных потом переносит генерализованный амилоидоз. А примерно у каждого десятого пациента случается местный рецидив амилоидомы. Переходим к клиническому наблюдению. На прием обратился мужчина, 48 лет, который за 3 года до этого обратил внимание на увеличение лимфатических узлов в правой надключичной и в правой подмышечной области. Увеличение было довольно большим, значительным – до 5 см. Была сделана биопсия акселярного лимфатического узла с иммунодистохимическим исследованием. И поставлен был диагноз – плазмоцитома. Ситуация была не в России, поэтому, с учетом того, что жалоб особых не было, решили пациента только наблюдать. И в течение трех лет было в целом все нормально, пока у него опять не увеличились шейные лимфатические узлы. Сделана была повторная биопсия. И второй раз уже поставили диагноз – плазмоцитарная лимфома с поражением правых шейных, надключичных и акселярных лимфатических узлов. Пациенты провели два курса ЧОП без ретоксимаба, но эффекта не было никакого, в связи с чем пациент принял решение обратиться в другое лечебное учреждение. Естественно, первое, что мы сделали, это запросили доступный материал для пересмотра. И смогли получить второй вот этот лимфатический узел, когда ему поставили лимфом. И там морфолог обнаружил полную утрату в строении узла за счет массивных беструктурных отложений с очаговым слабым плазмоклеточным компонентом. Окраска конгорода выражена положительная. При этом обнаружена рестрикция лямбда цепей иммуноглобулинов. Мы поставили диагноз амилоидомы правых шейных и акселярных лимфатических узлов. Но вопрос, это действительно солитарные амилоидомы или это генерализованный амилоидоз? При обследовании. Парапротеин крови 12,3 грамма на литр. Парапротеина мочи не выявлено. Отношение легких цепей Капа лямбда 2,06. Но это всего в одном анализе, его не повторяли. Поражение признаков органов в мишени амилоидоза мы не нашли. Активность щелочной фосфатазы и концентрация натриоуретического пропептида в норме. Но и анализ костного мозга был без поражения. Плазматические клетки 1,2%. Таким образом, в связи с тем, что на момент обращения особых жалоб не было, было рекомендовано продолжение выжидательной тактики и облучение наиболее крупных конгломератов по необходимости. И такая необходимость в течение 1921-1923 года возникала. Он дважды обращался к врачу с лимфостазом правой руки из-за сдавления конгломератами. И оба раза вместо облучения, видимо это было недоступно в его регионе, ему делали резекцию с положительным результатом. Лимфостаз проходил. Правда, кистологического результата мы не знаем. В 1924 году весной он обратился с болью в левом плече. И там обнаружили образование. Головки левоплечевой кости 5х3х5 см, довольно крупные. Была сделана повторная уже третья биопсия. И был поставлен диагноз плазмоцитома. Диагноз был подтвержденный в Санкт-Петербурге. А справа по данным КТ обнаруживалось опять увеличение лимфатических узлов в правой шейно-надключичной области до 6 см. Признаков генерализации, амилоидоза или миеломы у него не было. Почки, гемоглобин, кости. Все в абсолютной норме. В этот раз решили облучить образование в левоплечевой кости. И увидели выраженный хороший положительный эффект. Боль полностью разрешилась, подвижность восстановилась. Пациент полностью вернулся к своей повседневной жизни. Но что больше всего нас удивило, это то, что лимфатические узлы справа тоже уменьшились. Причина абсолютно непонятна. Возможно, это и есть тот самый чрезвычайно редкий системный эффект локальной химиотерапии. То, что описано, хотя и бывает, опять же, чрезвычайно редко и совершенно непонятно почему. Таким образом, у представленного больного амилоидома существует уже 5 лет с множественными плазмоцитомами без признаков поражения органов мишеней. Я хочу сказать спасибо большое специалистам Национального центра клинической морфологической диагностики и лично патологоанатому Кораблиной Инне Михайловне, которые выступили экспертом в этой очень сложной ситуации. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо. Спасибо.